Мы присутствуем на форуме. Этот форум организован фондом «Либеральная современность». Проводить этим фондом Мария Луиза Бек – это выдающаяся женщина. Это один из старейших депутатов Бундестага. И ее работа на протяжении уже очень многих лет по дружбе, по помощи Украине, она дает очень большие результаты. Мы это чувствуем в Украине, особенно в Одессе, насколько помощь и внимание, и понимание. И вот этот форум ей организован, ее фондом – это тоже один из больших вкладов в том, чтобы нам разбудить нерешительность, которая была за руководством Германии. Форум, который посвящен войне России против Украины. И я специально приехал сюда, считая, что мой приезд, он должен принести очень большую пользу, как народную дипломатию. И я чувствую, что это дало какой-то результат, потому что наши беседы с дипломатами, с членами Бундестага, и они нас заверили о том, что оружие, ради чего я сегодня приехал, и ради того, что надо для нашей победы Украины, оно будет достигнуто. Сейчас уже канцлер Олот Шольц и спикер вчера заверили нас, что наш приезд, они назвали, что наш приезд и та задача, которая ставится перед Германией для того, чтобы внести в склад победу над российской агрессией, над российским терроризмом, он будет внесен сейчас, уже выделят нам тяжелое оружие и средства противовоздушной обороны. Это нас радует. И сегодняшняя конференция еще раз подтвердит о том, что весь мир поднялся против агрессии, которую развязала незаслуженно и беспринципно и беспричинно Российская Федерация. Она будет наказана, обязательно победа будет за Украиной. Слава Украине! У нас, мы считаем, что очень плодотворная наша встреча. Вчера нас встретил вице-президент Германии, госпожа Кадрин. У нас был круглый стол, и за круглым столом очень такие плодотворные были решения и заверения о том, что оружие пойдет, и что они сейчас уже не проявляют то беспокойство, которое они всегда проявляли. Такое глупое слово беспокойство, а сейчас они проявляют действие. Нам нужны действия. Я им говорю, давайте нам оружие. И я говорил, госпожа Катрин, я говорю, я уезжаю завтра. Скажите, что я скажу украинским гражданам? Мы получим оружие? Они сказали, да, можете заверить, что Германия очень активно сейчас займется очень большой помощью в победе над российской интервенцией. Встреча была в посольстве Украины, очень тоже плодотворная. Мы будем еще встречаться тоже с дипломатами, будем с членами Гундестага. И все будет направлено, все разговоры только на то, дайте нам оружие, дайте нам, помогайте нам в победе. И я чувствую, что помощь со стороны Германии, та, которая была у них законсервирована, будем так говорить, заморожена, и такая нерешительность. Сейчас это уже разморожено, решительность есть, и победа нам будет обеспечена немецким оружием в том числе. Меня наградил президент Германии Вальтерстан Майер за заслуги, это высший орден за заслуги перед Германией. Я, это восьмой номер по Украине, я не первый в Украине, я восьмой. И мы очень много лет сотрудничаем в плане гуманитарной помощи, в плане сейчас военной помощи. И это вот оценило государство Германии тем, что меня наградили вот этим орденом. А это было до... До войны, до этой войны. До войны. До войны. До войны.